здравствуйте я татьяна его на моем канале который так и называется татьяна кирмяшкина я продолжаю вязать свой осенний сон то есть сегодня видео про носочки кому интересно милости прошу носочки осеннее небо голубые связаны в догонку тем о которых мы уже говорили в отдельных видео так как вы просите меня про каждое носочки снимать отдельное видео я выполняю просьбу честно говоря небо уже осеннее наше не такое каким оно было в момент покупки пряжи покупала я пряжу магазине дель у эльвира и тогда уже четко распределила по теме это пряжа ализе супервош артисан и мохер знаете этикетку мохера я уже выбросила да не скажу артисан номер 432 но я уже говорила и в видео где рассказывала покупки и мне кажется предыдущем видео когда говорила о носочках осенний ветер вот смотрите когда я сравнивала осенний ветер и рыжики бархоточки то говорила явно эти носки толще это артисан просто комфорт артисан супервош комфорт так товарищ фей позвольте мне вот и они гораздо толще нежели связанные из артисана тем интересней мне было сравнить артисан с артисаном в общем то рыжики по-прежнему остаются такими ну самыми нежными что ли легкой и легкими тонкими шелковистыми голубые по-прежнему если сравнивать с вот этими носками они понежнее но если сравнивать артисан с артисаном то чуть-чуть потолще посерьезнее что ли но здесь мне кажется толще сам мохер могу ошибаться как тут мохер голубой мне показался немножко по пушистей нежели мохер рыженький вот поэтому разница едва заметно едва уловимая но есть тогда как разница между вот этими и вот этими носками она прям вот очень радительная на спице номер три я набрала пятьдесят две петельки почему мне вечно хочет 54 52 26 и 26 стала вязать резинкой 31 то есть три лицевых 1 изнаночная лицевых 1 изнаночная если у меня было 48 петель я бы начинала именно с трех лицевых так как у меня на каждый но я вяжу на двух спицах 3 рабочие по 26 петель я начинала с изнаночной изнаночная 3 лицевых изнаночная изнаночная ой так изнаночной лицевых изнаночной 3 лицевых и получается что слева и справа у меня по 2 изнаночных тогда как меж трех лицевых по одной изнаночной а с одной сторон ушки из другой 2 имеет совершенно не мешает не волнует вот и к есть как есть и чуть-чуть верхней части павлинка через три рядочка на 4 я делала звездочки в предыдущем ролике пока эти носки были в процессе я показывал как их делать хотя на канале уже раз несколько их делали вот в плейлисте носочки вот этот крайний ролик есть и там эти носки еще были в процессе мы с вами эту звездочку вязали как часто делать перевести решает только нам с другой стороны носочки я перевести не делал просто была резинка 3 на 1 можно делать никто не спрещает в общем-то я говорю не как надо да как вот у меня вязались это полный полет фантазии дальше какое-то время я не вязала звездочки и паглинг у меня видите какой тот он интересненький сначала звездочки есть потом звездочек нет никто не мешает вообще не прекращать звездить поэтому как будет угодно после нужной длины паглинга вяжется пятка это самая обычная бабушкина пятка только связано на платочной гладью самое что и на есть обычный ролик на канале как я пяточку вижу у меня есть после этого да да клин подъем и не забываем конечно же клиннообразную часть вверх после этого когда я опять начала вязать вот эту часть у нас как стопы вспомнила про звездочки и уже делал их на протяжении той длины которая мне нужна носочки небольшие кто же три ряда перевить и на 4 3 ряда перевить и реже чаще как нам нравится потом я как бы отделяю мысок мне это очень нравится изнаночной полоской несколько рядов просто лицевыми и потом идет сокращение петель можно прямо до острого кончика как бабушка научил мне что варежка что где можно тупеньки сделать и зашить иголочкой здесь дело я не знаю как нравится честно говоря да вот такие маленькие мысочки мне нравится меньше тут я тоже надо было тормознуть раньше не забывая я вижу и забываю вот когда мысочек большой хотя это тоже дело вкусу подругу маме на бороду так хуже нравится мне вот нравится получше когда чуть-чуть лицевых петель мы вяжем побольше еще раз говорю это как желаем так творим далее крючком два с половиной я обвязываю столбиками с накидом постоянно боюсь здесь ошибиться верхушечку маска вот сколько насочных изделий в петелька в петельку я пробовала по 2 пробовала по 3 вот сейчас вы знаете но насколько нам нужно все это чтобы шеверюнькалась и фалдила да отсюда мы исходим самое главное как в одном носочки так и в другом сделать вот для меня что главное то я забуду поэтому здесь вот ну некая такая дымочка что ли только и всего вроде все рассказала по итоги по итогу получается носочки простенькие красивенькие носочки а вот про что забыла сейчас скажу налепила новый экран на телефон чувствительность телефона пропала замет при вывязывании клеенобразной части вот изнаночной ведь петелька заканчивается петли на одной спице и вот отсюда начинается уже петли другой спицы это меня спицы три с половиной я приготовил с другим носком а вязала я спицами то тройка то скажется сказала это вязала я троечкой простой троечкой просто по цвету нет права кто-то узнает что три с половиной скажет они опять оговорилась нет они путают часто все но здесь точно тройки так вот я убавляла клин не самого начала ряда а провязав три петельки убавку вот такой рядочек появляется как бы особенно это здорово когда вот резинкой носки связаны здесь тоже резинка только со звездочкой а представляем что здесь вот три на два резиночка три на три неважно и вот три петельки я просто вижу и потом убавка получается что клин вот эти вот убавки они не самого начала ряда это уже часто говорю просто так вот новенькие же смотрят кто только первый раз первый класс и о для себя усваивают какие-то мелочи нюансы сейчас мы продолжим носочную тему только посмотрите что у нас творится на улице где ты золотая осень совсем другой характер уже приобретает на что хочется ноябрь то вообще будет уже наверно белый возвращаемся к носочкам сложив стопочкой до носки я решила что хватит две пары на октябрь достаточно еще две пары белых и серых я свяжу надеюсь в ноябре вот и будет сон сентябрьские носки здесь не мелькают октябрьская вот сентябре же были связаны рыжики октябрьские ноябрьские но мой труженик фей взял спицы и начал новые носочки о которых мы вам тоже сегодня расскажем чтобы не посвящать ролик абсолютно одним носком да а потом просто покажем готовые раз есть один носок второе мы пока не начинали из остатков ниток от рыжиков и вот серых носочных изделий мы решили связать гармошки давно не вязали сейчас расскажем как вяжем честно говоря у меня сил на второй носок уже нет носок да правильно вот бывает так хочется взять носки потом как отрубает вот эти я оставила это значит ализа супер ваш комфорт плюс козий пук на две пары как минимум две пары потому что вот мир голубой соединить с белым это вообще великолепие такая зимняя тематика на ноябрь но нужно второй то конечно довязать нужен просто сейчас все мои мысли в новых процессах плечевых пряжи новые которая пришла и которые еще в пути но довязывать конечно же надо что и говорить итак носки вяжутся уже и знакомой пряжи я не буду останавливаться на цветах и этим носкам и этим носкам был посвящен отдельный ролик там можно посмотреть в плейлисты те носочки это если про youtube речь я знаю что можно было наверное пагонок побольше но мое вот это вдруг не хватит обводить еще третий цвет я не хочу потому что или два цвета а если третий то тогда 4 5 я люблю разноцветные такие домашние носочки где гармошка разноцветные набрала я 50 так подождите пойду считать 52 точно несколько раз пересчитала несколько рядов резинкой они пропадут потому что можно их делать можно не делать они вот так потом спрячутся и начнется вот с этой гармошки до изнаночными петлями поэтому вместо резиночки можно чуть побольше количество изнаночных рядов провязать можно резиночку можно потом как угодно не все равно вот сюда вот у меня сознательно после стирки закрутить даже и сами по себе и далее сколько угодно этажей мы вяжем следующим образом 5 изнаночных рядов 3 лицевых 5 изнаночных 3 лицевых можно менять и варьировать 8 изнаночных 2 лицевых 8 изнаночных 5 лицевых как угодно в любом случае у нас будет тарьям тарьяринка такая вот гармошка который я стремлюсь пока не стирано и понятное дело что очень хорошо прячется один цвет в другой после стирки на какое-то время все это растянется и кажется что я гармошка это не пахнет но в процессе носки все равно это все и по тяжестью во первых все опять будет гармошиться сколько таких этажей делать решать только нам единственное я всегда эти этажи делала ну как вот началась количество петель одного так до конца и вела сейчас я значит связав три этажа вот здесь можно в сереньком сегменте можно в первом ряду дело в том что если мы серенький сразу начинаем с лицевого ряда и здесь все хорошо то рыженький вот цвета я начинаю с первого лицевого ряда а потом 5 изнаночных иначе будет переплетение цвета как вот здесь если это не смущает муж кому-то вот так вот даже больше нравится пожалуйста но у меня первый ряд идет всегда лицевой а потом 5 изнаночных можно вот в первом лицевом рядочке как угодно вот в этом сегменте то есть три провязав и еще впереди три я убавила количество петель до 48 потому что вот при я же знаю что у меня будет с элизе вот комфорт вот этот цвет хороший такая толщина ниточки мне достаточно 48 тем более еще раз говорю носки не на большой размер это такие где-то детская подростковая 37 38 не вот 40 43 как я обычно вижу я значит с одной стороны незаметно но с другой стороны как ножка идет от более толстого утолщенного участка к более тоненькой лодыжки да это так попробовала может быть я никакой разницы не замечу я точно не себе вот взяла и убавила взять что-то новенькое превзношу и все поэтому в этих сегментов 52 петельки здесь у меня уже 48 петель в круговую это я так вот говорю балуюсь а может так а может так попробовать далее вместо вот этих лицевых я несколько рядов связала резинкой вот думаю зачем если уж вязать резинкой это вот ну просто у меня мысли вслух не больше не меньше тогда ну какой-то участок чтобы было типа вот носки такого цвета а здесь как будто вот ну торчулька другого цвета не знаю если смысл сейчас я наверное ну и второй конечно также свяжу сейчас я вот столько же рядочков просто лицевыми а если взялась резинку то я бы побольше связала как вот даже укороченный но носочек я вот говорю что вижу пою а вдруг так будет как раз то что надо не знаю не знаю я показываю как вижу с размышлениями если идея убавление петель мне понравилось чуть-чуть это даже никто не заметит если не скажешь то вот это вот резиночка раньше это делала но у меня резинки было гораздо больше что я вот в общем эксперимент надо экспериментировать ну и дальше вот такой рисунок у меня есть отдельно почти как звездочки но не звездочки надо оставить ссылку если забуду он называется простой узор в том году по моему я его вязала и далее да при пятку лишь молчу вся та же бабушкина платочной вязкой связано у меня как правило 11 вот таких бортиков но смотрите смотря маленькая пятка тоже никому не нужна проклина подъемы мы тоже поговорили про него не забываем когда подходим к мыску здесь их сейчас мысли пришла хорошая рыжая полоска а хотел сказать а здесь надо было коричневую полоску до рыжая полоска здесь может быть надо было вот эту серенькую полоску вариантов много в общем-то я сделала полосочку потом три петельки ну как бы вот привет вот этому фрагменту просто-напросто не больше не меньше и еще раз изнаночная рельефная полоска после стирки все это выпрямится и мысочек вот опять маленький люблю большой но здесь я по моему 7 рядочков провязала и стал на хотя бы дочков 10 было провязать масок люблю большой но с другой стороны здесь же как только приведу некий акцент некий привет паглинку пока все это очень как сказать под собрано но после стирки все будет хорошо да и на ноге такие носочки будут сидеть гораздо интереснее лучше нежели какие-то тигрята получились нежели просто лицевой гладью хотя лицевой гладью обожаю про какие-то тигрята раньше не обращала внимание выключаться мы не желаем так что пожелайте нам с феем довязать еще один носочек я смотрю по видеороликам у многих так рукодельница вот иногда зажигаешься и кроме носочных изделий вообще ничего слышать не хочется а иногда об устаешь но мне нужно мне очень нужно связать еще один носок хотя все мысли как я уже сказала бобины пряжи да кстати огромное спасибо девчата вам за то что учите получаете работать с бобиной пряжей это конечно насколько интересно настолько и страшно когда мне написали татьяна образец с эластаном нужно обязательно значит отпарить ну зачем если я изделие не собираюсь парить я никогда не парю изделие то второй третий человек потом говорю татьяна вот ты такая странная женщина сама значит просишь девочки вот кто вязал кто что знает пишите пожалуйста это все равно что вы знаете подойти к людям не знаю где магазин до незнакомые местности дорога налево дорога направо идет спросить а где магазин тебе скажут вот иди налево там будет магазин сказать спасибо идти направо я отпарила образец я отпарила что у меня получилось если после вто отдельный обзор на эту пряжу есть спасибо что он сказал что называется на ричи так это у нас телефон держались только теперь что за кудряшка ричи в т.о. значит немножко сократил эластан понятно что схлопываться будет значит схлопнулся он по ширине тогда как по длине наверно просто расправил плечи а когда я отпарила образец схлопнулся именно по высоте своей в общем я так понимаю что несмотря на то что изделие буду я парить готовы или не буду все равно надо вязать его с учетом отпаренного образца вы еще говорите свежее образец побольше чем не буду на должен начинать само изделие вот тут прям жалко мне что-то из само и еще знаете если я вязала и думала спицы четверку то я взяла небольшие ли спицы я еще раз постирала да потом отпарила и так смотрю спицы четверка не маленькие ли спицы в общем да бобинная пряжа это такая приятная головоломка но тем не менее ведь надо как-то идти вперед хочется чего-то они то еще все таки не забила чего-то новенького я спокойно может быть даже джемпер от от вяжут а все эти ростки еще что-то на четверке а потом может даже на четыре с половиной ну совершенно небольшие спицы а когда вяжу образец думаешь о что-то большое вроде как-то в общем буду парить буду жарить и варить вот кто уже на вобинный пряжу подсел дай знать все нюансы а кто-то я как я первый раз первый класс ну уж не первый раз но тем не менее да какой-то вобинный пряжа она совершенно и не меняется и не отличается словно как из моточной вяжи какая-то отдает пропитку и оп сюрприз такой приятнейший вот с аллостанчиком тоже надо начинать работать конечно что я и буду делать девочки я услышала я услышал да кстати я скажу это визуальное видео про носки не все смотрят но я вроде как и вставила когда бобинки обозревали не какая-то не морская волна это ночной василькова естественно то не если что-то не напутать будет не таня ну я по картинке выбирала если кто-то будет покупать тоже вероятно по картинке я кстати не призываю не покупать ничего это я себе пенсионные запасы устраиваю по пряже давно такого не было прям желание зайти в магазин выбрать купить вот еще одну посылочку жду мне прям хочется пусть будет что называется пусть будет но как блогер конечно мне хочется показать контент обозреваю между прочим и вот прям все мысли уже у меня в этой пряжи тогда как надо довязывать носочек фейки мне поможешь давай я новый джемпер ты носочек а ты так у меня тебя же волоса дыбом стоят ну что ж поделать дорогие друзья мы с феем кажется нашли компромисс и он до вяжет таки мне носочек и это очень хорошо огромное спасибо за внимание и до новых встреч они обязательно будут